Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. С вами я, Зоя Клемюк. Сегодня будет интересная тема, анализ личности, а если быть более точной с точки зрения психологии, парапсихологии, даже метафизики, матрица судьбы Турции. Итак, это будет краткий анализ матрицы судьбы Турции, потому что если делать так, как надо, чтобы разобрать, как говорится, по косточкам, как я делаю платные анализы матрицы, когда ко мне приходите вы, вот мои дорогие зрители, тогда это достаточно большой объемный материал. Конечно же, я буду учитывать и то, что многие из вас, из нас, просто не любят больших материалов. Итак, если говорить о действии судьбы на Турцию, то судьба всегда дает некое поражение, и если вы проследите или попытаетесь каким-то образом выстроить логические цепочки, пройти по судьбе Турции, исходя из каких-то исторических фактов, то вы обязательно там найдете элементы поражения. Турция – паук, которая постоянно плетет какие-то сети. Что касается социального значения, социальной позиции в этом мире, на этой матушке-земле, то оно достаточно негативное. И прежде всего это связано с тем, что в судьбе Турции очень много некого такого сатанинского. Присутствует очень много каких-то черномагических влияний. Турция – это страна-одиночка. Например, есть такое выражение «человек-одиночка». И по судьбе рекомендовано молиться, каяться и даже плакать. То есть это достаточно очень длинный, трудоемкий процесс влияния неких исторических событий. Турция – это то государство. Или же, если бы, например, я делала бы «Матрицу судьбы» для конкретного человека, то я бы сказала так. Милочка или дорогой мой, вы тот паук, вернее, человек-паук, который может противопоставить себя всем. Вы и творец, и индивидуалист, и одиночка. И в то же время вы способны показывать взлёт своей собственной творческой мысли. Но, так или иначе, вы можете быть наказаны судьбой за гордыню. Гордыня прямо прёт из Турции. Судьба вряд ли может быть доброй, особенно для тех людей, которые совпадают энергетически с судьбой Турции. И если Турция, например, будет грешна, ну, грешна, какие-то проступки, какие-то низкие программы, то, конечно же, Турция будет наказана. И прежде всего она наказана будет одиночеством. Исключением может быть эта гармония, праведность. Тогда Турции дано долголетие. Ложкой дёгтя в данном тогда случае судьба даёт много пьяниц. Кстати, обращаюсь ко всем русскоязычным, может быть, не только русскоязычным, тем, кто понимает, о чём я рассказываю. Напишите, пожалуйста, насколько часто и много выпивают в Турции люди. Может быть, немного, но могут выпивать постоянно. Турция, кстати, достаточно, я бы сказала, исключительно одарённая страна. Если бы делала или же говорила о конкретном человеке, то сказала бы, что это исключительно одарённый человек, обладающий особым талантом, особенно в естественных науках. Турция – страна, способная воплотить даже некие смутные идеи древних, древних, вдумайтесь, слушайтесь, философских учений, в некие осязаемые формы материализма, причём в такой наивысшей стадии. Турция очень быстро и внимательно рассматривает идеи других государств, людей, размышляют над ними, над этими идеями, над какими-то, возможно, учениями. Люди, которые... Ну, учёные имеются в виду. И она учитывает это всё и применяет на практике всё то, что большинство людей или же государств просто отбросило бы в сторону, как ненужное, например. Поэтому очень много такого невостребованного, неотработанного каких-то идей, каких-то проектов, вот это всё, оно оседает, где бы вы думали, конечно же, в Турции. Сказать, что это некий плагиат, что это некое воровство, конечно же, можно сказать. Но здесь однозначно работает замысел на развитие, переработку информации. На данном этапе в нашем современном мире это можно назвать копирайтом, со своим дополнением и внесением каких-то материальных достижений. Турция – это страна, которая всегда производит впечатление, с неё прям струится некая особая сила притяжения, но где-то там в подсознании Турция боится смерти, она как бы предчувствует эту смерть и постоянно на протяжении всей своей жизни стремится к некому самоусовершенствованию. То есть она борется всю жизнь со своими страстями. Борьба, надо сказать, суровая и не проходит бесследно, особенно что касается здоровья. Основные заболевания – это нервная система. Кстати, Турция презирает не только свои, но и чужие слабости. Испокон веков Турция настроена воинственно. Сравнение Турции с какой-либо другой страной, государством, для Турции это унизительно, то есть они считают, что их унизили, обидели, поэтому здесь надо быть очень осторожными. Турция – это та страна, которую или же принимают и ею восхищаются, или же вообще не приемлют. То есть, ну, совсем не любят, совсем не видят и как бы стараются не замечать. Кстати, такое очень хорошо видно в Совете ООН. Все время пытается или же старается быть заметной и постоянно чего-то требует. Она считает себя уникальной страной. Она считает, что все должны ей что-то давать, что все должны подчиняться и удовлетворять ее требования. И здесь она настроена очень воинственно, и несмотря на то, что она понимает, она боится и присутствует вот этот страх смерти постоянно, но Турция все-таки способна идти до конца. Это, кстати, не всегда хорошо, но это судьба Турции. И здесь, как у человека, вот он упертый, и ты ничего не сделаешь. Вот такая же упертость есть и присутствует в судьбе Турции. Это доставляет много нежелательных ситуаций, но с этим ничего не поделаешь. Как говорится, что есть, то есть. Для Турции характерна нестабильность здоровья. Связано это прежде всего с эмоциями. Присутствует некая ипохондрия, психические заболевания. Эмоции влияют на продуктивность работы, на отношения с начальством, со служивцами, даже с туристами, которые приезжают. Что рекомендовано? Рекомендовано, конечно же, правильное питание, которое играет очень большую роль. Нужна диета. Я сейчас поясню, немножечко разделю вот это понимание правильное питание и диета. Для людей, для населения, которое проживает в Турции, это просто необходимо. Но я бы вот это правильная диета, правильное питание, я бы это перевела на правильные отношения и на некую порядочность. Если брать Турцию как государство, то по отношению к другим государствам, то есть надо правильно общаться, надо заключать правильные договора, нельзя пытаться урвать лишний кусок. Если говорить, если бы я давала, делала матрицу для конкретного человека, Васи, Гали, Пети, то я бы, да, сказала бы так, что вам надо диета, там, правильное питание и так далее. Но в рамках самой страны это трактуется, или я хотела бы, чтобы трактовали так, что это не только питание, но это прежде всего все материальные блага и попытка заиметь, захватить те ситуации, которые на данном этапе прослеживаются, вот эти санкции, и все, что происходит. Вы заметили, да, что Турция решила урвать кусок пожирнее, а конкурентов-то нет. А зачем ждать? То есть Турция всячески пытается захватить те рынки, где нет конкурентов. Я думаю, что я вам очень понятно и доступно объяснила. Когда речь идет о матрице, когда делаешь матрицу, то здесь очень правильно трактовать и очень правильно понимать все то, что происходит. Турция достаточно эмоциональная, способна на высшие формы любви в таком глобальном, в таком масштабе государства с государством. Могут быть некие духовные связи, некое духовное возрождение. И именно от таких, неких соглашений, от каких-то слияний, возможно, может быть, это даже какие-то коммерческие, взаимовыгодные ситуации, но это однозначно, так или иначе, дает некую возможность жить, процветать, быть красивой, выглядеть красиво. То есть давать некую энергетику, передача энергетики друг к другу. Турция, как страна, достаточно буйная, неистовая натура. Если к чему-то стремиться, то будет добиваться цели любой ценой, способна применять силу, расстраивать какие-то тщательно продуманные планы, уничтожая некие проекты, некие отношения, которые, возможно, заключены или же были на протяжении долгого времени с тем или иным государством, для Турции ничего не стоит вот это все в один момент прекратить и объявить войну. Турция способна сводить на нет всю дипломатичность, все, что выстраивалось годами, веками, если хотите. Это слепота, в момент которой Турция не видит, не слышит, не способна анализировать происходящее. Именно такие судьбоносные ситуации дают страх смерти. Предчувствие, подсознательное предчувствие смерти это то, что присутствует у Турции испокон века. Ну, с этим Турцией жить это внутренний мир Турции как государство. Ну, а мы с вами будем ездить, отдыхать. В этом нет ничего плохого. Дорогие мои, это был очень кратенький, очень кратенький анализ личности, анализ матрицы Турции. Если вас интересует лично ваша матрица, пожалуйста, обращайтесь. Личная матрица, она намного объемнее, час-два иногда бывает. Конечно же, все индивидуально. Дорогие мои, на этом все. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем мира, добра, удачи!